Ты кто такой прожисный? Я тебя шагу хапукну И тем не менее, как бы мобы и игры не различались, кое-что общее есть в каждой из них Ну почему? Сука, грузись! Пидор! Так, 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 шо тут у нас? Стражи! Ха-ха-ха, наконец-то! И извечный вопрос, кого же мне выбрать? Конечно, больше всего мне нравится вот эта тёлка, потому что у неё самые большие, ну, как бы это назвать-то, титьки, бупсы, сисяндры Так, ну она поддержка, а вы знаете, что за саппортов я не играю, поэтому я просто выберу другую тёлку, и хоть у неё грудь поменьше, но зато мы, по крайней мере, нарезать будем, вместо того, чтобы подсасывать всяким альфачам Блин, посмотрите на эту панду, она либо что-то знает, либо у неё синдром Дауна Так, ну что ж, первое, что нужно уяснить об этой игре, она как бы как дота, тут все персонажи имеют свои аналоги в доте И если понять аналогом какого персонажа из доты вы играете здесь, то вы, в принципе, будете играть не хуже, чем в доте Моя проблема в том, что в доте я тоже говно, поэтому мне это не сильно поможет Как я понял, тёлка, за которую я играю, это аналог Мираны, потому что у неё есть скил, она выпускает пулю, и первый, в кого она попадёт из врагов, тот застанется Ну, на самом деле, это достаточно прискорбно, потому что я в доте вообще не особо-то хорош А за Мирану так я просто ужасен Иногда, когда я играю за Мирану в доте, мне кажется, что больше вреда своей команде я бы мог приносить, только если бы моя стрела останела и союзных персонажей тоже Как вы заметили, в этой игре тоже есть мид, топ и бот И я стою соло не потому, что я хотел стоять соло, а потому что, когда игра началась, произошло вот это В лучших традициях доты два дебила не поделили мид, и один из них, вместо того, чтобы уйти с мида, отправился во вражеский лес, где, благодаря анальной магии, он превратился в голубой череп А затем в голубой череп превратился и я Но, когда я собрался забагетить, ливнуть и дропнуть игру, тут оказалось, что те два чувака на миду, они не такие уж и дебилы Дело в том, что в Shards of War вообще нету такого понятия, как фазы игры, то есть там, early game, mid game, late game Здесь никто не позволит и не будет стоять с вами 2 на 2, или 1 на 3, или 1 на 1 на всяких лайнах и фармить крипов, нет С самого начала игры вас будут оунить, и если вы не соберетесь со своими союзниками и не будете делать то же самое с врагами, то ничем хорошим это, мягко говоря, не закончится Быстро это поняв, я со своими братанами, ни одного из которых я не знаю, быстренько собрались у помойки, где нам и самое место в этой игре, и попытались осуществить контратаку Но человек Джиггернаут нас отымел, и мы как-то обратно, знаете ли, пошли, а у меня на ногах еще какие-то капканы Как вы уже, наверное, поняли, ничего хорошего мне в этой катке не светит, а все почему? А все потому, что в Тимираке, так что у меня ничего не остается, кроме как ГГВП, АФК, ПЛИСФФ И, кстати, забыл упомянуть, что помимо Доты, эта игра еще очень сильно похожа на Hero of the Storm, может быть, даже больше, чем на Доту Поскольку здесь нету голды, и никаких швоток, и покупать ничего не нужно, а весь опыт, который вы зарабатываете, он делится на всю команду, поэтому здесь никто не сможет у вас застилить То есть застилить-то, конечно, он может, но никакого профита с этого не поимеет Обратите внимание, что, как и в Доте, во время загрузки тут всякие полезные советики показывают Кстати, вот этот я бы, наверное, даже и в Доту бы добавил Собственно, помимо обилок, которые есть внизу, еще есть обилки, которые справа, видите, я только что ее вкачал И, кстати, эта штука, которую я только что вкачал, она дает мне дополнительную скорость, если я не участвую в бою А также у меня есть второй скилл, который позволяет мне прыгать вперед и при этом наносить дополнительный урон А все это значит что? Правильно! Собственно, еще одна характерная деталь игры, здесь нету вордов и курьера И если почему нету курьера, я думаю, понятно, ну, потому что нету айтемов То с вордами не все так просто, здесь вместо них вот такие вижен-поинты Вы приходите к нему, захватываете, и после этого видите все, что там происходит Ну, в данном случае можно увидеть, как меня только что обоссали Впрочем, я думаю, это и без захваченного вижен-поинта было бы видно И когда я уже начал думать, что хуже уже быть просто не может, появился он Ну, на самом деле, даже здесь есть какие-то плюсы, поскольку этот черт достается не за донат А это просто Рошан, которого можно убить, и он присоединяется к вашей команде Но я этого изначально не знал, поэтому мне было немного неприятно, когда после того, как меня и так изрядно оттрахали Ко мне пришел еще один огромный черт, как будто тех пятерых было недостаточно Как-то так снова получилось, что мы опять всосали Из чего я сделал вывод, что, наверное, играть с четырьмя рандомами это не самая лучшая идея Как, в общем-то, и в любой сетевой игре Но в этот раз я сделал килл, так что, как говорится, прогресс налицо Даже несмотря на то, что налице, помимо прогресса еще и матча противников Короче говоря, если вам надоела дота, и вы хотите на время отвлечься от нее, то Shards of War это отличный вариант Схожая механика, абсолютно другой сеттинг и намного меньше школьников Потому что в основном в эту игру играют 30-летние мужики И несмотря на то, что херню они будут иногда творить не хуже школьников По крайней мере, они будут делать это молча Так что, если после просмотра этого видео захотите поиграть, то ссылку на игру можете найти в описании Ну а с вами был Игорь Линк, всем пока!